Здравствуйте! В эфире «Главный диалог». Сегодня у нас в гостях председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин. Здравствуйте! Я приветствую вас в нашей студии. Форум Ростов-2014 стартует, если не ошибаюсь, 19-го числа. Для тех, кто не в курсе, что это за съезд, что это за встреча, ну и он юбилейный, есть ли отличие от предыдущих лет? Действительно, как вы сказали, с 19-го по 24-го сентября стартует форум Ростов-2014, название «Твой мир в движении», организатор форума правительства Ростовской области, комитет по молодежной политике Ростовской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Огромная благодарность губернатору Ростовской области Васильевичу Голубеву, что ежегодно он поддерживает проведение таких крупных форумов на территории нашей Ростовской области. И, конечно же, молодежь активно участвует в проведении данного форума. И в этом году этот форум юбилейный, он пройдет в пятый год подряд. И главное отличие от того, что форум пройдет под патронажем полномочного представителя президента в Южном Федеральном округе. И форум будет в качестве окружного. То есть форум молодежи Юга России. Я хочу поблагодарить коллег с регионов Южного Федерального округа за то, что уже провели и регистрацию, и отбор кандидатов, участников форума. И, в общем-то, мы будем рады всех видеть и молодежь Краснодарского края, и Астраханская область, и Льгородская область, и Калмыкия, и Адыгеи на территории. И принять ее участие на форуме Ростов-2014. Также мы приглашаем делегацию из Красногвардейского района, из Республики Крым. Что нужно, чтобы принять участие? Прежде всего нужно желание. Прежде всего нужно иметь желание побывать на таком форуме молодежном. Форум — это, прежде всего, образовательная площадка. Это самая главная цель форума. Это дать новые знания, новые навыки молодежи, чтобы молодежь проявила свой талант, свой потенциал. Естественно, нашли новых друзей, единомышленников, смогли интегрировать это все потом в дальнейшие социальные процессы и проекты. Естественно, форум у нас проходит и проходит конкурсный отбор, потому что количество участников будет 1080 человек. Из них 60 — это будут инструктора. Поэтому, к сожалению, не все, конечно, желающие смогут поучаствовать на протяжении всего форума. Поэтому проходит у нас конкурсный отбор. Он у нас проходит в электронном виде, сайт Таланты Дона, раздел «Конкурс». И в этом разделе есть подробная инструкция по регистрации на форум Ростов. Я скажу, что регистрация у нас продлена по 7 сентября включительно. Поэтому, кто еще не успел, но очень хотел бы попасть в качестве участника на форум Ростов, пожалуйста, регистрируйтесь на сайте Таланты Дона. По какой схеме будет проходить форум? Может быть, какие-то направления, площадки будут? В этом году дирекция форума определила 7 основных направлений, скажем так, смен, которые будут на форуме. Одна из основных — это смена направления «Патриоты». Наверное, здесь не нужно долго объяснять, что эта смена будет ключевой патриот. И тема патриотизма сейчас настолько актуальна среди молодежи. Мы видим, насколько молодежь активна по этой тематике, что вот такая смена нами запланирована. И мы очень рады, что экспертами на смене у нас выступят и ветераны, и боевые офицеры, генералы. Вот они уже подтвердили свое участие и приедут к нам на форум. Это очень важно, очень нужно. Будут интересные выставки, и оружие, там, мастер-классы будут проводиться. Будут показательные выступления, будет особенно удивлено внимание казачьей направленности. В общем-то, у нас еще в планах проведение небольшой военно-исторической реконструкции прямо на территории форума. Возможно, мы вместе с ДСАФом прорабатываем сейчас идею того, что и будет авиация с парашютистами. То есть, хотим что-то новое показать у нас здесь на форуме Ростов. Направление у нас будет и работающая молодежь. Мы стараемся как можно больше сейчас выделять внимание именно работающей молодежи. Больше, чтобы молодежь входила в социальную практику, в общественную жизнь включалась, чтобы не зациклилась только в ходе своего рабочего процесса. Поэтому такая смена есть, и по итогам этой смены мы надеемся, что какие-то новые резолюции мы для себя будем иметь для дальнейшей работы. Очень интересно, я считаю, будет направление инновации, техническое творчество. Вот только что закончился международный турнир по робототехнике. Он проходил в городе Пуна в Индии. Наша команда ДГТУ с робоклуба принимала участие как победитель всероссийского турнира. И правительство Ростовской области вместе с ДГТУ обеспечило участие команды на мировом первенстве. И наша команда заняла шестое место среди 16 стран участников. Причем там есть явные лидеры в этом деле. И Япония, и Сингапур, и так далее. Поэтому я считаю, что мы здесь на правильном пути. Ребята приобрели еще и спецприз от компании «Тойота». И я их поздравляю с этим успехом. Я думаю, что в этом плане мы будем развивать движение и дальше. У нас второй год совместно с ДГТУ мы проводим и окружной фестиваль по робототехнике. Нас поддерживает здесь и федеральное агентство по делам молодежи. То есть в этом направлении мы развиваемся и идем вперед. Я думаю, что и другие вузы, они также уделяют сейчас этому внимания. Это нас не может не радовать. Очень интересное направление «Спорт для всех». Одна из самых будет многочисленных смен. Здесь понятно, что молодой человек быть здоровым – это не только модно, но и нужно. И пропаганда здорового раза жизни, профилактика социальных явлений в молодежной среде, она будет здесь активно пропагандироваться в рамках направления. Направление культуры, национальности. Этот год – год культуры. И это направление именно для юных, талантливых, молодых, талантливых, творческих людей. И дизайнеров, и художников, и певцов, и конструкторов, и так далее. То есть различные творческие личности. Мы их всех ждем на этой смене, на этом направлении. Ну и смена «Добропорядок» – это развитие волонтерского движения в Ростовской области. Вот на всем Южном федеральном округе. Будем здесь обсуждать перспективы дальнейшего развития. У нас в самое ближайшее время мы на слете волонтеров, который у нас пройдет в сентябре месяце, презентуем новые книжки для волонтеров. Мы откроем в сентябре месяце электронную регистрацию региональную на сайте «Таланты Дона». И будем уже, мы этот процесс начали, подготовку волонтеров к чемпионату мира 2018. Впоследствии, что дает нашей молодежи участие в этом форуме? На мой взгляд, участие в форуме – это очень важно и нужно для молодого человека. Во-первых, он может проявить себя, показать свой талант, свои способности. Многие ребята, которые участвовали в предыдущих форумах, и Ростов, и «Молодая волна», презентуют свои проекты, свои идеи, свои инициативы. И, конечно же, многие из них где-то трудоустроились. Кто-то уже поступил благодаря форумам и в высшие учебные заведения. Проявляя свой талант, человек приобретает новых друзей, новых единомышленников, может реализовать все свои возможности. Прежде всего, форум – это форум территория возможностей. Почему мы назвали «Твой мир движения»? Ну, движение – это жизнь. И мы понимаем, что молодежь – это самая активная часть общества, и все движения – это и есть их жизнь. Поэтому мы проведем и конвейер молодежных проектов. В рамках этого конвейера будут предусмотрены денежные гранты для молодежи. Поэтому мы очень надеемся, что это поможет в дальнейшем развивать их идеи, проекты, инициативы. Ну, у меня остался один вопрос, он уже не по форуму, но в целом. Какие еще события в ближайшем будущем ждут наши молодежи? Сентябрь – очень богатное событие. И Комитет по молодежной политике совместно работает с ВУЗами, СУЗами. Здесь очень много интересных у нас ждет событий, мероприятий. Я думаю, что советую для молодежи активно просматривать сайт Комитета по молодежной политике. У нас есть группа ВКонтакте, молодежь Востовской области. Вот из ближайших, буквально четверг у нас пройдет слет молодежных патриотических клубов, объединений. Мы пройдем обучение со специалистами по делам молодежи. У нас с 14 по 19 сентября состоится 9-й международный молодежный фестиваль «Молодежно-союзное государство». И тема патриотизма опять станет ключевой. На фестивале примут участие лучшие артисты, исполнители России и Белоруссии. Вот 15 сентября будет открытие в 18.00 в Доме народного творчества. Я приглашаю всех молодежь поучаствовать, прийти и посмотреть интересный концерт. К нам приедет Марк Тишман на открытие. Очень интересный будет концерт у нас 18-го числа в Доме офицеров. Он будет посвящен именно патриотизму, народ и армия едины. Мы его так и называли. 19-го числа в Доме народного творчества, 18.00 будет торжественное закрытие, награждение победителей лауреатов в фестивале. Фестиваль достаточно известен далеко за пределами Ростовской области. Здесь хочется поблагодарить и парламентское собрание Союза России, Республики Беларусь. Поблагодарить и правительство Ростовской области, что находят возможность. И такой фестиваль проходит именно у нас в Ростовской области. Поэтому мы очень ждем молодежь активно принимать участие в фестивале. Ну что ж, я думаю, что все получится. Спасибо вам за вашу работу. Огромное спасибо за информацию. Спасибо большое вам. А я напоминаю, вы смотрели «Главное диалог». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова